Сегодня в чайных параферналиях. Чай в Германии крупными мазками, немецкие чайные феноменны, немецкий фарфор самое начало, чай ром, сахар и песни. Спасибо всем, кто помогает делать чайные параферналии. Поддержать нас материально можно по ссылке в описании ролика. Здравствуйте. В комментариях к предыдущему выпуску параферналии мы получили вопрос о немецком чайном фарфоре, на который мы постараемся хотя бы поверхностно ответить в сегодняшнем выпуске. Но мы сочли этот вопрос еще отличным поводом поговорить о чае в Германии вообще, потому что это интересно. Сергей, спасибо за наводку. На самом деле Германию практически никогда не включают в такой стереотипный список чайных стран. И на самом деле на это есть все основания. Ежегодно среднестатистический житель Германии выпивает примерно 170 литров кофе, 42 литра травяного чая и 28 литров чая классического. Ну то есть на самом деле со статистической точки зрения немцы с чаем в общем-то знакомы, но при этом Германия как ни крути является глубоко кофейной страной. Мало того, в Германии нет ну такого общенационального чайного маркера, каковым например является ну там самовар и стакан с подстаканниками в России, вечернее чаепитие в Англии, чайная церемония в Японии и всякие хитроумные чайные штуки в Китае. Ну и в общем на основании этого Германия как-то автоматически исключается из списка таких чайных наций и не рассматривается с чайной точки зрения. А это на самом деле большая ошибка. Германия несмотря на скромные статистические чайные показатели является страной с богатой чайной историей и страной ну таких ярких чайных феноменов. Про немецкую чайную историю мы сейчас говорить не будем, это очень масштабная тема, она ни в коем случае не уложится в компактный, все-таки компактный формат параферналий, хотя один нюансик из этой истории вытащен. Фридрих второй, более известный как Фридрих Великий, который был королем Пруссии и правил этой Пруссией в период с 1740 по 1786 год, однажды озаботился тем, что его верные подданные слишком много денег тратят на заморские напитки, на чай и на кофе и озадачился вопросом импортозамещения и предложил своим подданным верным перейти с привычных уже чая и кофе на горячие напитки, приготовленные из местных германских трав. Причем он подкрепил это свое такое доброе королевское желание не менее добрыми пошлинами на ввозимые чай и кофе, ну и прочими такими королевскими ништяками. Жители некоторых регионов будущей Германии, потому что тогда Германии как единого государства еще не существовало, отреагировали на эту королевскую инициативу гневными, ироничными, ну и вообще возмущенными письмами, в которых они сообщали своему доброму королю, что ну как бы не пошел бы ты куда-нибудь подальше, мы как пили, так и будем пить привычные нам напитки. И эти письма, они документально зафиксированы и сохранились. На самом деле это историческая такая курьезная достаточная история, она с современной чайной Германией пересекается сразу двумя моментами. Ну, во-первых, одной из земель, которые обращались к королю письменно и отстаивали свое право на употребление чая и кофе, была Восточная Фризия, которая сейчас является безусловно самым главным регионом Германии и чайная культура, которой в значительной степени была сформирована контрабандой, которая возникла как раз после этой самой королевской инициативы. Ну, а во-вторых, несмотря на то, что разные немецкие города и земли все-таки отстояли свое право пить привычные напитки, травяная инициатива Фридриха II не прошла бесследно и на сегодняшний момент Германия очень классно и очень интересно работает с травами. Причем как с травами лекарственными, так и с травами ну такими вкусовыми. Самым, пожалуй, ярким и заметным немецким травяным проектом является группа компании Martin Bauer, которая работает практически со всем легальным растительным сырьем и поставляет его крупным компаниям ну как бы в больших количествах. Но кроме этого, Martin Bauer иногда ставит и собственные эксперименты с чаем и чая подобными напитками. В открытой рознице мы этих экспериментов не видели ни разу, но профессиональные деятельности с ними пересекались. Это были достаточно любопытные такие штуки. Ну, например, Martin Bauer чуть ли не одними из первых начали работать со смесями для cold brew, для холодного заваривания. Что любопытно, эта группа компаний работает и в России. В России в нее входят два проекта. Это Красногорск Лексредство, который работает с лекарственными травами. Ну, и если вы в аптеках встречали вот такие пачечки зелененькие, то вы этот проект знаете. Ну, и у нас был любопытный опыт взаимодействия с ними. Мы как-то там на их производстве оказались в тот день, когда там корень валерьяна разгружали. Довольно любопытный опыт. Ну, и еще одним проектом, который входит в группу компании Martin Bauer и базируется в России, является лаборатория FitLab, которая, ну, как бы исследует всякие разные растительные штуки. Но это так, к слову. Если же говорить о немецких чайных феноменах, то надо упомянуть следующее явление. Ну, во-первых, конечно, упомянутое уже восточно-фризское чаепитие, которое мы время от времени с удовольствием стилизуем, потому что технически это достаточно простое чаепитие и о котором рассказывали в одном из предыдущих выпусков Парафернали в связи с тем, что восточно-фризское чаепитие, вернее, восточная фризия была включена в книгу рекордов Гиннесса как регион, в котором пьют больше всего чая. Среднестатистический житель восточной фризии в год выпивает 300 литров чая. Причем надо понимать, что, ну, в общем, само по себе 300 литров чая это не очень большое количество. Многие из нас наверняка пьют чая не меньше, но это именно среднедушевое потребление, в котором учитываются младенцы, немощные старики, люди, которые вообще чая не пьют и так далее и тому подобное. Хотя, ну, может быть, в восточной фризии и младенцы чай пьют, но все-таки такая. Чайный регион. Следующим чайным феноменом, немецким чайным феноменом, уже, впрочем, изрядно подзабытым, является флюкти, ну, такой воздушный чай, самолетный чай и прочее, и прочее, и прочее. Этим термином некоторое время назад, ну, несколько десятилетий назад, начали обозначать свежие чаи, которые практически сразу после сбора и изготовления самолетом привозились в Германию и там продавались, ну, для особо озабоченных. На самом деле, феномен вот этого вот флюкти, он немножко уже устарел. Мало того, в последнее время ажиотаж вокруг сильно свежих чаев и постоянная гонка за ними уже скорее раздражают, чем радуют. Но, тем не менее, в ассортименте многих немецких компаний флюкти есть до сих пор. Чаще всего это, естественно, чаи из Индии и из Непала, потому что изначально все-таки флюкти были даржингами первого сбора, которые в Индии изготавливались и прямиком самолетом отправлялись на немецкий рынок. А еще в Германии есть город Гамбург, который является одним из крупнейших европейских портов и через который в Европу попадает значительное количество выпиваемого в старом свете чая. Что любопытно и, ну, неожиданно для неподготовленного человека, Германия является не только крупным импортером, но и крупным экспортером чая. В 2020 году, например, в Германию было ввезено примерно 40 тысяч тонн чая, и вывезено из Германии было 20 тысяч тонн чая. Ну, то есть немцы активно поставляют чай по всему белому свету. Но чтобы сопоставить масштабы, Россия импортирует примерно, ну, там, 120-160 тысяч тонн чая, а экспортирует, ну, в районе 10 тысяч тонн чая. Ну, мы тоже продаем чай в самые разные страны, ну, вот немецкий чайный экспорт, он в среднем в два раза превышает российский. На самом деле, Германия экспортирует чай в 108 стран мира, и, как это неудивительно, основным покупателем немецкого чая является Франция. Любят немецкий чай и в России. Причем, значительная часть немецкого чая, даже, наверное, большая часть, продается таким образом, что его немецкость, ну, никак не определишь. Нет, безусловно, в России можно купить чаи, ну, таких потребительских немецких брендов типа Месмера, который, кстати, тоже базируется в Гамбурге, но большая часть продаваемого в России немецкого чая покупается в Германии оптом. В том же Гамбурге, например, работает компания Детлифсомент Бальк, которая продает, ну, просто огромный ассортимент чая, там, 180 экранов можно как это пролистать, для того, чтобы весь этот ассортимент изучить, причем он очень разнообразен в страновом плане, там даже корейских чаев несколько есть, и белых чаев куча, и зеленых, каких угодно. Так вот, на самом деле, этими чаями, как правило, очень любят торговать, ну, не только Детлифсомент Бальк, но и других немецких компаний, очень любят торговать чайные лавочки, которые, ну, с одной стороны, торгуют такой чайной рассыпухой, но не в клубном стиле, а в таком стиле европейском. И верным признаком того, что вы имеете дело с немецким чаем, ну, является, во-первых, широкий страновой ассортимент, ну, когда вы приходите в чайный магазин с рассыпным чаем, а там Индия, Цейлон, причем там разные регионы Индии есть, Ассам, есть Даржелинг, есть кенийский чай, есть китайский чай, ну, то есть, вот, широкий диапазон страновой. А вторым верным признаком немецкого чая является, естественно, богатая ароматика, потому что немцы очень хорошо работают не только с травяными смесями, но и со всякими разными чайно-фруктовыми композициями, как правило, с очень забавными названиями, типа там, бабушкин сад. Надо сказать, что в такой любви российских и не только российских компаний к оптовым немецким проектам нет, естественно, ничего предосудительного, потому что, ну, работать с этими оптовыми немецкими проектами, на самом деле, выгодно и удобно. Ну, и есть в Германии еще один чайный феномен с глубокими историческими корнями. Это немецкий чайный фарфор, который, кстати, на удивление редко попадает в фокус внимания чайных специалистов. В общем, ну, на удивление здесь, наверное, не совсем правильное слово, потому что это редкое попадание фокус внимания, в общем-то, понятно. Ну, во-первых, классический немецкий, да и вообще классический европейский фарфор, штука достаточно дорогая. Во-вторых, он, как правило, является, ну, таким самостоятельным арт-объектом и отвлекает внимание от чая, что, в общем, немножко не вписывается в современную такую чайную эстетику с заметными восточными корнями. Ну, и надо сказать, что это справедливо не только для немецкого фарфора, а вообще для любого классического европейского фарфора. Скажем, продукцию Ломоносовского, ну, или там, императорского фарфорового завода, которая очень хороша, очень качественная и очень красива, ее тоже крайне редко встретишь на профессиональном чайном столе, ну, чтобы там мы не подразумевали под термином профессионально. Но немецкий фарфор, чайный фарфор, все-таки достоин отдельного внимания, ну, хотя бы потому, что это был вообще первый фарфор в Европе. Мало того, у немецкого чайного фарфора есть одна очень приятная фишка. У него непрерывная история. Эта история, может быть, с чайной точки зрения, не очень длинная, ей всего 300 лет, и по сравнению там с многовековой тысячелетней чайной истории, это не очень много, но тут есть нюанс. Дело в том, что вот проект, с которого началась история европейского и история немецкого фарфора, он как 300 лет открылся, так назад, так до сих пор и работает. А это все-таки уже достаточно редкое явление, когда некий проект, который стоял у истоков целой индустрии, работает 300 лет подряд и, в общем-то, сохраняет преемственность там форм, традиций и всяких прочих штук. Речь, конечно, идет о мейсоновском фарфоре. Ну, то есть, о фарфоре, который производится мейсоновской мануфактурой, которая была открыта в 1710 году в городе Майсон. Тут такой достаточно забавный лингвистический парадокс. В русском языке за городом устоялось название Майсон, а за фарфором устоялось название Мейсон. Ну, в общем, правильно это все-таки и фарфор называть майсоновским, но, в общем, традицию побуквенного переноса в русский язык иностранных названий не мы придумали, не нам ее и отменять. Поэтому город будет Майсон, а фарфор Мейсон. Надо сказать, что до начала 18 века в Европе фарфор делать не умели и фарфоровые изделия привозили из Китая или из Японии. Стоили эти изделия, естественно, очень дорого, но и фарфоровая загадка считалась одной из самых дорогих таких технологических загадок. Причем, в общем, относились к ней с пессимизмом. В Европе считалось, что этот, ну, многие считали, что рецепт изготовления фарфора, секрет изготовления фарфора разгадать нельзя. Ну, в частности, это объяснялось тем, что в Китае могли бы быть какие-нибудь минералы или какое-нибудь сырье, которого в Европе вообще нет. Однако 15 января 1708 года группа товарищей, которые возглавляли фонд Чертгаус и Беттегер, изготовили первые варианты японского, европейского твердого белого фарфора. А потом, в 1709 году, Беттегер разработал еще и технологию покрытия этого фарфора глазурью. Ну, то есть, подобрал глазурь. Фактически, создав полную технологическую цепочку современного белого европейского фарфора, который, по мнению современников Беттегера и многих современных исследователей, по качеству превосходил китайский. Ну, а уже в 1710 году, недалеко от Дрездена, в том самом городе Майсон, в одном из опустевших замков, была открыта упомянутая уже мейсеновская фарфоровая мануфактура. Чайной посуды у Мейсена вагон и маленькая тележка. Ну, тоже там несколько десятков страниц. Там есть все, что хочешь. Есть пиалушки, пиалушки на подставках, кружки, ну, практически офисные, чайные пары, чайники, тарелочки для чайных сервизов. И есть даже наборы, сделанные в коллаборации с интересным очень немецким проектом Pay PNT, чайным проектом. В этот набор входит чай, ну, там, Earl Grey какой-то. Входит кружка офисная и специальное такое заварочное устройство, но, грубо говоря, большое металлическое сито. Короче говоря, с чайной посудой в Мейсене работать умеют и работают давно. Мало того, как и положено старому, почетному и заслуженному такому фарфоровому проекту, Мейсон имеет свой фирменный стиль, который распространяется в том числе и на чайную посуду и называется Beform. Beform это такая, ну, стиль Beform, это такая причудливая смесь форм, расцветок и смыслов. Ну, с формами все понятно. То есть Beform это изначально, ну, вот это Be, название формы отливок для фарфоровых изделий, достаточно вычурных, которая легла в основу, ну, вот этого стиля. С расцветками все немножко посложнее, расписывают этот фарфор самыми разными цветами, но классические вариации подразумевают использование белого цвета, золотого цвета, ну, Royal Blue, вот этого королевского синего цвета и серебряного цвета. То есть там, в общем, комбинируют достаточно интересно цвета, но этими цветами не ограничиваются. Дело в том, что фарфоровые изделия, выполненные в стиле Beform, в том числе и чайная посуда, очень часто декорируются рисунками немецких растений, выполненных очень-очень аккуратно и очень-очень тоненько. Но что такое не тоненькое изображение растений, можно понять, например, по агашкам на дулевских чайниках или по изображениям стилизованных, стилизованным изображения растений на китайском фарфоре. Так вот, немцы, когда стали изображать вот эти свои растения, ну, во-первых, местные, во-вторых, очень аккуратно, они одной из своих задач ставили как раз отойти от китайского стиля изображения растений на фарфоре, ну и от самих китайских растений. То есть давайте рисуем там местную маргаритку вместо чего-нибудь непонятного, что мы даже никогда не видели, как она там растет, особенно в 18 веке. Ну и, естественно, все эти вещи они до сих пор расписывают вручную. Что же касается смыслов, то значительная часть посуды, выполненной в стиле Beform, фарфоровой посуды, выполнена дорого-богато, потому что одной из задач этой посуды было подчеркнуть благосостояние или даже богатство того, кто этой посудой обладает. Не забываем, что там 17-й и некоторые предшествующие века и век 18-й – это века, ну, такой бюргерской эстетики, когда рисовали натюрморты с гусями и арбузами, ну и вообще всячески старались подчеркнуть такую свою зажиточность. И вот этот вот Beformer-ский фарфор, он, в общем, в эту тему вписывался очень хорошо, поэтому, ну, на современный взгляд этот фарфор выглядит немножко вычурно и, ну так, излишне декорировано, но все равно до сих пор выполняет вот эту смысловую функцию. Если вы этот фарфор на стол выставляете, значит, вы состоятельный парень, можете себе позволить. В 2021 году Натан Эванс перепел старинную песню новозеландских китобоев, которая называется «Suna May the Wellerman Come», ну или просто «Gellerman». На самом деле до Натана Эванса эта песня звучала немножко так протяжно и немножко даже напоминала, в общем-то, нашу дубинушку, ну а новая версия такая энергичная и веселая. На самом деле эта песня, это такая традиционная рабочая песня, которая задавала ритм для работы, ну и делала эту работу, монотонную работу, не такой тоскливой. Ну, а поется в этой песне о том, что по морю плавает китобойное судно забили офти, люди китобои на этом судне всячески работают и с нетерпением ждут того момента, когда придет другое судно, которое привезет им сахар, ром и чай, которыми с китобоями просто-напросто расплачивались. То есть ждали судно, которое привезет с одной стороны предметы, ну такой недорогой простой роскошь, а с другой стороны зарплату. То есть это песня не только рабочая, но еще и песня ожидания всяких разных ништяков. И тут есть еще один любопытный момент. Дело в том, что вот суда, которые занимались снабжением китобоев, да и вообще снабжением всего чего угодно в районе Новой Зеландии, они принадлежали компании Велерман, и сами эти суда назывались Велерманами. Ну, то есть вот закрепилось, как бы, есть там клипер, а есть Велерманы. Ну и любопытно, что на таком Велермане некоторое время работал Мел Вилл, тот самый, который написал замечательную и большую книжку про Моби Дика. Так вот, сахар, ром и чай, о которых поется в этой песне Велермане, хоть в старой ее версии, хоть в новых версиях, они стали мемом и таким культурным феноменом. Разные варианты песни Эванса, ну, вернее, перепевки Эванса, они стали очень популярными в ТикТоке, и после этого сахар, ром и чай стали изображать на футболках, стали писать на футболках, ну, и всякими разными способами обрабатывать. Ну, иногда в лобешник, потому что, ну, что такое сахар, ром и чай? Сахар, ром и чай – это грок. Но грок – это, в общем, вкусно, но уже немножко скучновато, поэтому нашлись энтузиасты, которые по мотивам вот этого сахара, рома и чая стали ставить, ну, несколько противоестественные кулинарные эксперименты. Ну, вот, например, нам на глаза попался рецепт печенья Сюга энд Ром энд Ти, который мы, в общем, немедля попробовали воспроизвести. Там все просто как швабра. Надо сделать тесто из муки, разрыхлителя, крепкого чая, черного чая и небольшого количества сахара. Это тесто раскатать, ну, толщиной полсантиметра примерно, нарезать на будущие печенюшки прямоугольной формы, примерно один к двум, и немножко потыкать в них вилкой, чтобы появились такие приятные, как это, четырёхдырщатые узоры. И потом в духовку на 180 градусов и 20-25 минут. Пока эти печеньки пекутся, надо приготовить шоколадную глазурь. Из тёмного шоколада и рома, или какого-нибудь другого спиртного. Ну, мы взяли штрой такой, как это, добротный кулинарный австрийский ром. Ну, а потом, когда печенье испечётся, надо его просто наполовинку обмакнуть в этот шоколад и дать этой шоколадной глазурью просто-напросто застыть. Ну, а потом есть. Можно с чаем, можно просто так. Можно макая в чай, потому что, на самом деле, штука получается достаточно суровая. Очень-очень твёрдая, ну, и не сказать, что шибко вкусная. Честно говоря, если для того же варианта печенья использовать песочное тесто, будет вкуснее. Но за таким печеньем песня, за таким печеньем культурная традиция, ну, и красавцы китобои из Новой Зеландии, ну, и чай, опять же. Ну, и из-за того, что это печенье очень твёрдое, когда его ешь, даже здоровые зубы шатаются, поэтому можно устроить ролевую игру в цингу и морскую романтику. Это были чайные параферналии, всё ещё хриплые, новостной и немного развлекательный проект сайта ttips.ru. Если вам не сложно, в текстовой версии этого выпуска, ссылка на которую можно найти снизу под роликом, отметьте, пожалуйста, галочками те новости, которые вам понравились больше всего. Нам это здорово поможет. Ещё больше нам поможет ваша материальная поддержка, которую можно оказать тоже снизу, но уже по другой. Ссылки в описании ролика. Не забывайте про наш блог «Путевые заметки чайного клоуна». В его последней статье мы написали о чае без состояния и вызвали даже небольшую дискуссию. Ну, а в нашей постоянной рубрике «Чай плюс», в которой мы повторяем парафернальные рецепты, мы написали про чёрный чай с клюквой всеми способами. Всё для вас. Спасибо за внимание. Хороших чаепитий. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok